Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Продолжаем изучать разные любопытные стихи Псалма 57. И сейчас объектом нашего внимания будут два стиха, стих 5 и 6, в которых Псалмопевец продолжает обречать того, кого называют судьи, владыки, господа, кто судит превратно, кто не слушается правил, норм справедливости, а устраивает настоящее ужасное место для жизни в вверенном им народе, народе Божьем. И вот в этом Псалме есть такое очень колоритное сравнение этих людей, этих владык, этих начальников с змеями. А потом в стихе 6 мы находим очень необычное сравнение, наверное, Бога, а вот с кем сравнение, об этом попозже узнаем. Итак, начинаем сначала с стиха 5, где описывается, что это гадюки, что это настоящие аспиды, вот, почитаем стих 5, «Злоба их, этих владык, этих начальников, словно змеиный яд, а не как гадюка, лишенная слуха». Вот, это переводчик РБО переводит так. Но сразу заметим, да, вот перевод гадюка, является ли он довольно корректным, потому что наши гадюки по сравнению с южными змеями являются совершенно милыми, невинными созданиями. Умереть от укуса гадюки надо постараться. Да, конечно же, это неприятно, это болезненно, это рискованно, да, для тех, у кого есть осложнения, вот, нужно делать уколы и так далее. Но, в принципе, от укуса гадюк не умирают даже дети. Южные змеи, дорогие друзья, и этим опасна жизнь в южных местах, они другие. Действительно, от укуса многих змей, живущих в всех краях, это можно очень даже вероятно оказаться на небесах после этого. Поэтому называть этих злых начальников гадюками, это есть оскорблять наших родных российских змей, гадюк. А вот переводчик, перевода славянского переводит гораздо более, мне кажется, уместно. Ярость их по подобию змеину, яка аспида глухой, затыкающего уши свои. Вот аспид, это есть гораздо более удачное наименование этого рода змей и этого рода людей. В этом стихе есть вот такое представление о том, что у гадюк, вот этих змей, у них нет слуха, они лишены слуха. Вот. Почему лишены слуха? Ну, вот переводчик Рыбо пишет, гадюка лишенная слуха. А вот другие переводчики, например, такой переводчик Давид Есифон переводит аспид глухой, затыкающего ухо свое. Или вот переводчик славянского текста, опять же, затыкающего уши свои, глухие аспиды. Вот. Они вот вроде бы могут слышать, но они специально не хотят этого делать, затыкают свои уши. Вот вопрос. Вот вопрос. А почему они затыкают свои уши? Кого они не желают слушать, а по отношению к кому они являются глухими существами? И вот есть ряд предположений, из которых одно является довольно любопытным. Итак, читаем как раз вот объяснение посланопевца от голоса кого они закрывают свои уши. Итак, что не слышат голосу заклинателей, искусственных мастеров чародейства? Так вот, какой-то есть заклинатель, мастер чародейства, которого они слушать не хотят. Эти злые, опасные гадюки, опасные аспиды. И вот вопрос. А кто такой этот заклинатель, этот мастер чародейства? И давайте эти переберем варианты. Ну, вне зависимости от степени вероятности. Я думаю, что не все из них одинаково вероятны. Но вот, например, такое предположение не слушают они тех, кто взывает о правосудии. То есть, своих жертв. Жертвы, они кричат, они вопьют, они жалуются, но их не слушают. И тогда, возможно, заклинатель, мастер чародейства, это и есть как раз вот тот, чьи права нарушены. Попраны. Другое объяснение такое, что есть у этих владык, этих царей, этих велимож. Потому что всегда в истории Библии находится оппонент. И этот оппонент – это пророк, это обречитель. И вот голоса пророческого, глаза пророка, они не желают слышать. Они его не слушают. Тогда получается, что пророк и является мастером чародейства и заклинателем. Но, а что если предположить, что они отказываются слушать Бога? Ведь Бог поручил им, дал им в управление свой атрибут под названием судейство, судопроизводство. Бог – судья, и вы – судьи, и поэтому вы как будто бы богоподобны. Но ваше богоподобие в этом проявлении судебных функций нуждается в том, чтобы вы слушали вашего начальника, который вас и уполномочил этими разными обязанностями. Но вы его не слушаете, не слушаете. И тогда заклинателем, мастером чародейства, или по-русски, или нам более знакомое, факиром, факир заклинает змея, и евреи знакомы были с этим, вероятно, обычаем, они его не слушают. И тогда Бог оказывается этим заклинателем, этим мастером чародейства, этим факиром, или как написано в переводе синодальным, колдуном. Бог – вот такой вот владыка над всеми тварями. Бог может их заклинать, а эти твари могут отказываться быть заклинаемы этим богом факиром. Я думаю, что предположение, что имеется в виду бог, наиболее вероятно, наиболее правомерное, и любопытное, и ничуть не оскорбляет бога, потому что, конечно же, этим образом показывается то, что бог – владыка над всем мирозданием. А вот часть мироздания, эти ставшие глухими змеи, либо эти владыки, они отказываются бога слушать. Дорогие друзья, мы прочитали два стиха, и довольно много любопытного вскрыли в этом привычном, знакомом нам тексте. Дорогие друзья, спасибо за внимание, всего хорошего, не болейте с Петербурга, с приветом, священник Алексей Волчков. Дорогие друзья, спасибо за внимание.